Минимум лет 15 это поле в Ивановском районе не использовалось по назначению. Участок принадлежит предприятию Вергуза. Сажать культуру здесь перестали в связи с затянувшейся заменой нефти и газопроводов. Теперь пашню решили возродить. Вот он один раз проехал. После этого мы еще как минимум две обработки, но более легкими баронами, более скоростными, чтобы побыстрее это дело проходить. После этого специальный посевной агрегат тоже с крупными дисками он пройдет. Уже третий пойдет сев на третий раз. На четвертую уже обработку. На четвертую, если точнее. Вергуза в этом году вводит в эксплуатацию 100 гектаров пашни в Ивановском районе и 250 гектаров в Гаврилово-Пасадском. В последнем уже посеяли озимые. Судьба этого участка тоже решена. Первый год он пойдет под рожь. Она немножко менее требовательна к агротехнике, менее требовательна к средствам защиты. А в следующие годы здесь, конечно, будут кормовые культуры. Поскольку, еще раз говорю, ферма рядом и кормовые культуры на подкормку носилась удобно и выгодно держать рядом с фермой. Как в регионе облагораживают заброшенные земли, руководитель профильного департамента отслеживает лично. В прошлом году провели подробную инвентаризацию. И сразу стало ясно, что используется, а что за годы поросло не только травой, но и лесом. В августе на заседании правительства губернатор поставил конкретную задачу. Сколько и до какого времени нужно восстановить? Я предлагаю поставить задачу нам за пять лет половину неиспользуемой пашни ввести в сельскохозяйственный оборот. Мы считали, это сложная цель, амбициозная, непростая, но достижимая. Перед тем, как это объявить, мы несколько раз сверялись. Будет непросто, но надо работать, засучив рукава. В этом году будет введено 6 тысяч гектаров пашни. Хозяева заброшенных земель активизировались. Тем более, что завод в оборот брошенной пашни полагается субсидия. Компенсирует 30% от затрат. К методу пряника подключился с этого года и федеральный бюджет. На решение задачи предусмотрено 52 миллиона рублей. В первую очередь, конечно, активности способствует два фактора. Что есть субсидия и что мы предупредили всех собственников земли, которые не используют землю по назначению, что будем использовать все предусмотренные законным способы для того, ну это штрафы, это в конечном счете изъятие земли у собственника. Будем все это использовать для тех, кто не занимается своей землей. Если три года собственник участка предписания контролирующих органов игнорирует, то землю могут изъять. В этом году в обработку залежных земель активно включились 40 предприятий. В этом году включились 14 районов, но есть еще на следующий год несколько районов, кто будет вводить землю. Наиболее активный у нас в этом году по площади Юревецкий район. Порядка тысячи гектар они будут в этом году вводить уже много вводят. Будут вводить еще порядка тысячи гектар на следующий год. Ну я хочу сказать, что востребованность будет, я думаю, с каждым годом расти, потому что у нас и инвестиционная активность тоже растет. И естественно инвесторы, которые приходят в область, они смотрят в первую очередь на те земли, которые не обрабатываются. Работы по облагораживанию пашни будут вестись до самых холодов. Зимой, там где это потребуется, займутся вырубкой молодняка. На будущий год запланировано ввести в оборот еще больше – 8 тысяч гектаров.